Всем привет, это Транспортный Блог, и в этом выпуске будет сразу три новости, и, как ни странно, все три позитивные. Давайте начнём. На этой неделе, 31 марта, на нескольких остановках Рязани мы установили расписание в новом стиле. И я уже говорил об этом на стриме, наверное, вы уже это читали и в нашей группе, может быть, где-то в другом месте нашли. Но, так или иначе, расскажу, пробегусь по-быстренькому, что вообще я ещё планирую сделать и какой нюанс хочу выделить. В ближайшие недели в нашем паблике ВКонтакте выйдет статья, в которой я там напишу про расписание, что вам вообще хотели. Отвечу на какие-то самопопулярные вопросы, что там планируется сделать в этом направлении. Так что следить за информацией. А вот по поводу нюанса. Дело в том, что одно сообщество сделало акцент на том, что эти расписания мы сделали за свой собственный счёт. И некоторые средства массовой информации за этот момент зацепились, и в городских пабликах начали появляться посты типа «Вот, посмотрите, администрация ОРТ ничего не делает, вон за них работу выполняют». Но никто не обращает внимания на очень важный момент. Дело в том, что эти расписания мы делали в тесном сотрудничестве с администрацией Рязани, в частности с управлением транспорта. С управлением транспортом мы постоянно контактировали. Они нам давали какую-то информацию, какие-то там советы свои давали, рассказывали там, куда, как можно повесить. В конце концов, они нам даже выделили материал. То есть, вот эти вот самые таблички мы чисто наклеили, а так материал нам предоставил управление транспорта. И, соответственно, отчасти это было сделано, даже не за наш счёт. Но и в конце концов, всё-таки надо понимать, что это всё муниципальные структуры, они так просто деньги не дают налево и направо, пусть даже на те проекты, которые, в общем-то, недорогостоящие для города и важны. Всё-таки это нужно опробовать. И вот это самое тестирование сейчас мы и проводим. Поэтому нет, всё-таки администрация Рязани к этому причастна. При их содействии мы делали. И, знаете, надо отдать им должное. И более того, поблагодарить, потому что далеко не в каждом городе России такие начинания поддерживаются администрацией. А тут мы прям сотрудничали довольно активно. Так что надеюсь, что в дальнейшем будем улучшать дизайн, и таких расписаний будет больше. Ну и в конце концов они будут выполняться. А теперь уже перейдём к непосредственно работе транспорта. Как известно, с 1 марта Рантран закончательно ушёл с маршрутов УРТ 7, 18 и 21. И на этих маршрутах остались лишь автобусы большой вместимости от УРТ. И просел выпуск. На 21 маршруте сильно. На 7 маршруте вначале не особо критично, но потом очень резко провалился до одной машины. На 17 еще кое-как держится, но тоже непостоянный. Но в последние дни выпуск на 7 автобусе начал увеличиваться. Если на протяжении нескольких недель, где-то с начала марта, он сохранялся на уровне одной машины, то, допустим, вчера и сегодня, 3-4 апреля, на линии было замечено 3 автобуса. Это, конечно, тоже не так уж и много, но тот факт, что на 7 автобусе выпуск увеличился, надо отметить. Там, конечно, изредка проскакивает и в будни, не по две машины. И да, такой момент. Почему вообще так получилось, чисто на мой взгляд? Дело в том, что в выходные дни выпуск на автобусные маршруты, которые, скажем так, приоритетные, на которые УРТ старается выпускать очень много машин, а такой сейчас один, это 17-й. Так вот, на 17 маршрут выходные машины нужно меньше. И, соответственно, часть выпуска освобождается для других маршрутов, в том числе для пресловутых 12-го и 18-го. Ну, кстати говоря, в последние недели такая тенденция наметилась положительная. 12-й и 18-й маршрут отбросим пока в сторону, их по-прежнему пускают кое-как, а вот, например, 16-й и 23-й стали выходить практически ежедневно. И, к сожалению, тут есть такой момент, что автобусы ломаются. Те, которые присланы из Москвы, они очень часто сходят с линии. Но вот на 16-м автобусе иногда было замечено даже две машины на линии. А вот в выходные дни на 17-м автобусе, если раньше было по две, по три машины, сейчас уже появляется побольше. И там по пять бывает разом, по шесть. И при этом появились мощности для увеличения выпуска на 7-м автобусе. Так что, да, выпуск на автобусные маршруты все же увеличивается. И это хорошо. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и дальше. Правда, там, с другой стороны, начала поступать информация о том, что начали отставлять от эксплуатации МАЗ-107 трехосники. И это не очень хороший звоночек. Также все еще продолжает поступать крайне противоречивая информация по автобусам из Москвы. Я даже ее сейчас не буду оглашать. То говорят, что придет средняя местимость в том числе, то говорят, что будут автобусы с гармошкой, то вообще ничего не говорят. Притом сроки поставлены очень большие, до конца 2021 года. Учитывая размер поставки, есть опасения, что может произойти так же, как и с троллейбусами, которые очень долго не перевозили в Рязань, потому что были проблемы с документами. Ну, посмотрим, что будет на этот раз. Якобы, он даже общественный совет, якобы сообщает, что известны ВИН-номера автобусов. Вот уж не факт, что так. Так что не буду распространять слухи. Пока что есть, то есть. И теперь о троллейбусе. Как известно, из-за ремонта моста на улице Ленина было решено построить два новых троллейбусных поворота в одну сторону. На перекрестке улиц Ленина и Свободы, а также Новые и Циолковского. Если на перекрестке улиц Ленина и Свободы все-таки потихонечку, но сделали этот поворот, то на перекрестке Новые и Циолковского копошатся до сих пор, хотя работы там были начаты раньше. Но самое интересное не это, а то, что в последние пару недель на этом перекрестке работы активизировались. Появились новые подвесы, спецчасти, стрелки в частности. И, судя по всему, на этом перекрестке делают не один новый троллейбусный поворот, а два. Запланированный из-за ремонта моста на Ленина поворот с улицы Новой на Циолковского налево, то есть троллейбус, по идее, едет после Дома Печати, поворачивает на Новую, затем налево на Циолковского и едет на Театралку. Вот этот поворот, под него сделаны фиксаторы, под него сделаны уже стрелки, но при этом появилась еще одна стрелка. И рассчитана она под поворот с улицы Циолковского со стороны Дашкова-Песочного направо, опять же, в сторону площади Театральной. Этот поворот некоторое время существовал. Существовал он примерно в июле-августе 2019 года, но до того, на протяжении долгих лет, существовала стрелка в никуда, сходная, на улице Циолковского. Незадолго до начала активной деятельности на перекрестке Новой Циолковского эту самую суперстрелку убрали. И, что самое ироничное сейчас, большинство стрелок сделаны под эти два поворота, кроме той самой суперстрелки, которая существовала до того на протяжении многих лет. очень странный вообще этот поворот. О нем не сообщалось ни в каких планах, о нем не говорили управление транспорта, управление троллейбуса, но их делают. Так или иначе, необходимость строительства обоих поворотов ставится под сомнение. Дело в том, что мост скоро уже откроют. И не факт, что контактную сеть успеют протянуть, ставить там пересечение до того, как откроется мост. С открытием моста, но если еще линию направо с Новой на Циолковского еще как-то можно привязать к рейсам из депо, то вот поворот налево с Новой на Циолковского уже становится маловостребованным. Я боюсь, что могут начаться какие-то приколы с изменениями маршрутов уже на постоянной основе. Опять же, вот эта вот концепция, тоже непонятная, которую УРТ готовит, как стало известно, несколько месяцев назад. В общем, остается только смотреть и ждать. Ну, на этом все. Продолжение следует...